Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Мне кажется, дорогие друзья, у нас в этом часе будет цветов гораздо больше. Не только синий, зелёный, но и все остальные. Смотрите, слушайте Страну.ФМ, не пожалеете. В эфирной студии Роман Шахов, также Лиза Калинина и наши дорогие гости. Друзья, сначала мы хотим сказать, что совсем скоро, а точнее уже началась, с 5 июля по 15 августа, проходит выставка «Гения Ардеко. Парижская мода» в выставочном центре «Гранатный двор». И у нас сегодня гости, организатор этой выставки, директор агентства «Арт Секрет Эвенс» Виктория Бейли. Здравствуйте. Здравствуйте. И директор культурно-выставочного центра «Гранатного двора», где выставка и проходит, Андрей Куницын. Андрей, добрый день. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам пришли в гости. Ну, давайте для начала разбираться, что такое, в принципе, «Ардеко». У нас аудитория разная, люди хотят приобщиться к прекрасному. Кто начнёт, я думаю, Пика. Да, давайте я начну. Ну, для начала я хочу поблагодарить наших партнёров выставки, без которых она бы не состоялась. Это официальный дилер «Мазерати Москва», компания «Давлет Хаус» и «Бёркли Тревел». И начну, наверное, с того, что расскажу, что такое в целом стиль «Ардеко», когда он появился. «Ардеко» он господствовал 20 лет до начала Второй мировой войны. Это стиль безупречного вкуса, дорогих материалов, чистых линий. «Ардеко», в принципе, появился, так сказать, его год рождения, считается, 1925 год. Во время международной выставки декоративных искусств и промышленного дизайна, которая прошла в Париже, и после которой было напечатано 12 томов энциклопедии по декоративному искусству, собственно, отсюда и появилось название «Ардеко». И наша выставка, она посвящена... Её можно разделить на две темы. Это художники, которые, так сказать, были величайшими гениями этого направления. Вот в первом зале у нас представлен Рене Грю. Это французский художник-иллюстратор, который создавал эскизы и рекламные кампании для модных домов, таких как Баленсиаго, Ивсан Лоран, Диор. И, собственно, был один из первых, кто разделил славу Кристиан Диора во время его кампании для «Мисс Диор». Его, так сказать, работы, они отличаются особым стилем. Они очень минималистичны, графичны, лаконичны. В них отсутствует какого-либо плана фон интерьерный. То есть все работы, они очень минималистичны по своим цветам. Это всегда красный, золотистый, зелёный. И они создают особую атмосферу такой роскоши, дороговизны, моды того времени. Высокий стиль такой. Да, которым восхищались девушки и сами парижанки, и европейские, и, собственно, американские девушки модные. Виктория, а кто придумал вообще? Есть какой-то конкретный человек, может быть, группа людей, которые сидели, сидели, думали, думали, и вот, например, в 2024 году придумали? Ну, наверное, конкретной группы людей нет. Это скорее зародилось вот после этой выставки. Это были такие общие идеи, которые уже виталили в воздухе той эпохи. И, собственно, в одном из залов у нас также представлена РТ. Это художник российского происхождения, но который очень стал известным в Париже и в Голливуде. Он делал очень много работ для театров, костюмы для мюзиклов, был востребован в кино. Также работал очень активно с журналом «Харперс Базар», который, собственно, и прославил его изначально как художника. Также у нас представлены скульптуры РТ, которые являются такими трехмерными, можно сказать, моделями из его первоначальных эскизов. И когда они сделаны были? В 20-е годы, 25-й год, там, 26-й. Также основные три зала у нас — это работы французских художников Брунелески, Рауле Дюфи, Багста, Барбье, Жорджа Барбье. Это эскизы, которые были сделаны для одной из таких важнейших газет того времени, французская газета «Газет Дюбон». Собственно, тоже эскизы сделаны в технике пушуар. Это техника, которая была изобретена во Франции в конце 19 века, при которой на гравюры наносились вручную цвета при использовании одного трафарета для каждого цвета. Классно, как интересно. Да, поэтому на самом деле, хоть эти работы, они тиражированные, но они создают впечатление такой уникальности и оригинальности, потому что каждый цвет наносится вручную. И иногда даже, если присмотреться с лупой, то можно увидеть, как цвет немножко выходит за контуры, потому что трафарет наложить ровно очень сложно. Здорово. Спасибо. У нас только что был такой экскурс в историю ар-деко, ну а сейчас у нас, давайте, дорога в нежность будет. Рита Дакота на телерадиоканале «Страна ФМ». У нас экскурсовод наша Рита Дакота. Скоро вернёмся. Друзья, оставайтесь с нами. Дамы и господа, вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ». Мы продолжаем сегодня, говорим о высоком, говорим сегодня про ар-деко. Да, и напомним, что выставка проходит с 5 июля по 15 августа, выставка «Гений ар-деко. Парижская мода». Всё это уже находится в гранатном дворе. Давайте продолжим. Вот люди приходят, что самое интересное, что вы посоветуете посмотреть в первую очередь, сколько залов? Поподробнее об этом расскажите. Может, Андрей расскажет. Да, Андрей, дополнись меня. У нас выставочных залов на сегодняшний момент 4. И есть ещё такая арт-подсобка, в которой мы сейчас выставили работы, которые будут следующей нашей выставкой. Это поп-арт. Но я думаю, что о нём, наверное, преждевременно я говорю. Все залы наполнены, в общем-то, теми вещами, о которых Виктория уже достаточно подробно рассказала. Добавить здесь, по большому счёту, нечего. Потому что работа «Грю» и «РТ» на самом деле, на мой взгляд, являются самыми знаковыми и дорогими, так скажем. Ну, не так скажем, а так и есть. Работа «Грю» доходит до 200 тысяч долларов в масле. Если мы говорим о работах «РТ», они являются достаточно важным и серьёзным художественным достоянием. Да, да, да. Я согласен с вами полностью в этом. Поэтому вот эти 4 зала, они каждый по-своему интересен. Естественно, тот, кто попадает на гранатный двор, не может пройти мимо. Мимо, конечно. Ну, кстати, это же новое пространство, да? Да, мы запустились в марте. Это фактически наш второй крупный проект. Первый был «Дольче Вито». Это выставка, фото-выставка Марчелла Джапетти от друга. Подсказывайте. Чей Марчелла Джапетти был друг, Виктория? У него был друг. У него был друг. Ну, конечно. Ну, забыли потом. Ничего страшного, так бывает, да. В общем, 4 зала, выставка уже стартовала, посетители приходят потихонечку, и до 15 августа всё это продлится. Спиридоновка, 3, 5, да, строение 1. Добро пожаловать с 11 до 9 вечера. Как это проходит, в формате экскурсии или как самостоятельные? Знаете, по желанию можно заказать заранее частных кураторов, если интересно, более подробный экскурс получить про выставку, послушать какие-то интересные факты про каждую работу. Ну, либо можно прийти в формате свободного посещения самостоятельно и приобрести билет. Ну, там всё написано, всё понятно для обывателей. Сейчас, смотрите-ка, у школьников каникулы. У них там есть какие-нибудь скидки, чтобы они тоже посмотрели, послушали Страну ФМ и пришли? Есть, да? Да. Вот Андрей говорит, важно, приходите, смотрите, пишите красивые сочинения, получайте пятёрки. Скоро школьников будет ждать очень интересный проект «Инстаярд». Это проект о Инстаграме. В нём будут выставлены работы 50 ведущих блогеров страны. Мы их отбирали долго. Работы фотографий, в смысле? Или что? Из Инстаграма фотографии. Из Инстаграма у кого-то фотографии, у кого-то рисунки. Кто на что гораст, кто как себя позиционирует. Понятно. Я, кстати, вспомнил друга Марчелла Джапетти, и вы его все хорошо знаете, это Фредерико Феллинь. Так. Если мы говорим об Инстаграме, то ситуация такова, что блогеры представляют свои работы, и мы будем о них рассказывать. Эта выставка откроется тоже в июле месяц, совсем скоро, и я думаю, она дополнит выставку «Ардеко». Это будет, в общем-то, несколько другое поколение. Мы вас позовём тоже в гости, приходите. Спасибо. Можно сказать, в моду своего времени. Да. Ну что же, друзья, у нас вновь небольшая пауза впереди. Вы можете задавать свои вопросы, 909-928-189, я думаю, наши гости с удовольствием прокомментируют. И пока небольшая пауза, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, выставка «Гений Ардеко. Парижская мода» в выставочном центре «Гранатный двор» продолжается и будет идти до 15 августа. Мы вам рассказываем, мы вас зазываем туда, потому что вы должны это увидеть. Да. И я напомню, у нас в гостях сегодня организатор выставки Виктория Бейлис и директор культурно-выставочного центра «Гранатный двор» Андрей Куницын. Продолжаем наш рассказ. Давайте еще продолжим рассказывать, что увидим. Про подвижников этого направления. Да, о работах, которые там есть. Кто? Наверное, стоит сакцентировать внимание на скульптуре «Рок изобилия РТ», которая представлена у нас в третьем зале. Собственно, она и является основным таким символом выставки. Ее можно увидеть на афишах, которые представлены в городе. Скульптуры РТ, они изначально создавались из картона. И далее мастер, он воплощал их уже в бронзе, в металле и раскрашивал красками. Работа – это 90-го года, и, собственно, когда РТ снова возобновил себя, так сказать, на мировой сцене художественной. Про это, может, Андрей меня немножко дополнит, про стиль арт-деко в целом. Да, я могу пару слов сказать о романе Тертове. Это и есть РТ. Вот, да, на скульптурных экранах сейчас. Это его работа, да, это «Рок изобилия». А я расскажу в двух словах о самом романе. Это, в общем, фигура по-своему очень интересная. Это человек, родившийся в Санкт-Петербурге, в семье адмирала. С ранних лет он проявлял большой интерес к живописи, к скульптуре. И, в общем, по большому счету, военная дисциплина, которая его пыталась обучить отец, не поддавалась. Он не был… Не того склада был человек. Не того склада был человек, да. Но все-таки культурная столица уже тогда, наверное, чувствовалась в Питере. Ну, здесь не все совсем так, потому что 8 лет он оказался в Париже на выставке и в этот момент для себя сделал выбор, что будет художником, это будет мое. Да, и, в общем, закончил высшее учебное заведение в Париже и стал творить. За что ему большое спасибо. Да, и у него получилось, он был очень успешен, был востребован, он делал костюмы Ани Павловой, Мати Хари, да, то есть он был известен в свое время очень и был популярным также. Он работал с Полем Пуаре, это один из таких ведущих модных домов в Париже в том числе, и много создавал для балетных постановок эскиза костюмов. Да, был знаком с Дягилевым, да, это очень важный момент, балетная история, она была ему близка, он был активен в модных сезонах. Создавал, очень помогал. Ждите, я нашел описание арт-эко, эклектичный стиль, представляющий собой синтез модернизма и неоклассицизма. На стиль арт-эко также значительное влияние оказали такие художественные направления, как кубизм, конструктивизм и футуризм. Так и есть. Да, спасибо. Можно сказать, некий синтез, но все-таки это стиль, который пришел на смену модерну. Ну что ж, друзья, мы вновь прервемся, у нас небольшая музыкальная пауза. Оставайтесь с нами, задавайте свои вопросы группы ВКонтакте «Страна.ФМ». Виктория Бейлис и Андрей Куницын по-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы, друзья, говорим сегодня про стиль арт-эко, рассказываем о ярчайших представителях этого стиля. Андрей продолжит нам такой ликбез, что еще нам нужно знать, чтобы просветиться в этом направлении. Ну, мы уже поняли, что РТ сделал много, но, собственно, он и жил немало. Да, это удивительная вещь. Грю, с которого начала Виктория и РТ, фактически, по большому счету, ровесники. Десятилетия их разделяет от рождения друг друга. И оба прожили долгую и успешную творческую жизнь. Более 95 лет прожил каждый из них. Я точно не помню, кто больше. По-моему, там на два или на три года разница. Но еще такой момент из жизни РТ, я хотел бы на нем заострить внимание. Виктория уже говорила об этом, что в период Великой Отечественной войны стиль несколько приугас, и бурно развиваться он стал с середины 60-х годов. РТ попал на выставку Нью-Йоркскую, на которой ему было сделано очень интересное предложение. Он продал около 170 работ, и после этого стал, наверное, самым популярным и самым знаковым художником в данной области. Пришло его время. Да, пришло его время. Он с кем только не работал, у него было море предложений, и, по большому счету, после этого он стал не просто востребованным, а это привело к тому, что он стал культовым. И вот как раз период его творчества, о котором сейчас все знают, это как раз 70-е, 80-е и даже 90-е годы. Почему? Потому что вот как раз тогда им были выпущены лимитированные серии, о которых говорила Виктория выше. Ну вот, по большому счету... Что-то, может быть, Петербургу где-то он когда-нибудь посвящал в своих работах? Вы знаете, я не знаю, что он посвящал Петербургу, я думаю, что он просто его любил. Спасибо. В прошлом году, мне кажется, была крупная выставка в Эрмитаже. Да, в 16-м году была крупная выставка РТ в Эрмитаже. У вас какие еще проекты в вашем пространстве новом? Расскажите. У нас много интересных проектов. Один из них, это вот поп-арт, о котором я говорил, и он будет представлен тоже величайшими представителями этого направления. Я думаю, всем знакомы такие имена, как Уорхол, там представлены его работы Цветы, Бетховен. То есть это в Гранатном дворе будет... Цветы, которые все, наверное, знают и видели, да, то есть эти работы можно будет увидеть, потрогать и даже приобрести. А когда? Как скоро? Мы планируем, что все случится 17 июля. А, то есть уже вот-вот, буквально, буквально через несколько дней. Известные черепа Хёрста будут радовать людей, да, то есть целая серия их. Это редкий, в общем-то, достаточно интересный художник. Также вот представлен Нагель. Ну, в общем, нужно прийти, посмотреть, увидеть и радоваться. Ну, если нас сейчас смотрят, слушают художники, что мы можем сказать, Андрей, вот с высоты вашего положения? Художникам могу сказать, что хорошо, что они есть. Что касательно работы с Гранатным двором, она возможна. Мы запускаем проект, и я думаю, что он тоже стартанет в середине, ну, возможно, в конце июля. У него рабочее название «Арт-конвейер», его суть. В рамках какой-то выставки художнику будет доверенно творить и выставляться. Думаю, что это будет интересно и москвичам, и гостям столицы. И думаю, что это проект такой абсолютно новый, дерзкий, и он привлечет к себе внимание. Надо как-то развивать современное искусство. Помогать. Будем делать из них арт-декошников. И не только. Скажите, как вы пришли в искусство, Андрей? Я к искусству имею последовательное отношение. Это скорее бизнес в первую очередь, но тем не менее... Это особенный бизнес, слушайте. Мне очень нравится, вот это откровенно. Ну, это откровенно, да. Не все получается. Мой проект недавний, вы о нем, наверное, все слышали, знаете. Это проект «На стрелке» на «Красном октябре», который, увы, не сложился в полноценный по ряду объективных и субъективных причин. Но вот сейчас я занят гранатным двором. Мой партнер Максим Коробов в этом мне помогает. И я надеюсь, что это сотрудничество приведет нас к большим победам, которые будут очевидны и для нас, и для вас. Мы вам это желаем. Да. Хорошо. Виктория, как у вас? Вот путь в искусство. Ну, у меня он сложился более гармонично. Я училась, собственно, в Лондоне на искусствоведа, в университете Голдсмисс, а также в Сейд-Мартинсе. Я всегда была близка к этой теме. Изучали. Да, изучала, работала в различных галереях, потом решила открыть тоже свое направление. Ну, хотелось бы, чтобы искусство было в такой динамике, чтобы оно было подвижно. Поэтому мне было именно интересно делать не какое-то постоянное пространство самой, а мероприятия, выставки. Мы же делаем выставки не только в... Чтобы сотрудничать с разными... Да, сотрудничать с разными художниками, с разными экспертами, привлекать различные зарубежные галереи и коллекционеров. В том числе мы делаем выставки периодически не только в галерейных и музейных пространствах, а иногда в таких секретных объектах. Это могут быть какие-то лофты, пентхаусы, какие-то заброшенные, так сказать, фабрики. Чтобы совсем уж погрузить в атмосферу. Продвинутые, скажем, форматы, которые практикуют в Нью-Йорке, в Лондоне. Вообще весь мир продвинутый. В культурных столицах мировых. Друзья, дорогие наши зрители и слушатели в столице, и не только сделаем маленькую паузу, после которой мы обязательно вернемся к нашему разговору. Лучшее в стране. Друзья, Андрей Куницын, Виктория Бейлис по-прежнему на телерадиоканале «Страна ФМ». Мы говорим сегодня об искусстве. Да, давайте о планах. Что еще можно посмотреть? Где следить за афишей? Вот если люди заинтересовались, одну из выставок хотят выбрать, рассказывайте, делитесь. Итак, значит... В микрофончик, Андрей, чуть-чуть поверните его. А нас можно узнать на сайте granadvor.ru. Так. Instayard.ru – это как раз вот проект Инстаграм, о котором я говорил 20 минутами ранее. Также новый проект у нас, еще очень интересный проект, спецпроект. Он так и будет называться, спецпроект Андрея Куницына. Называется он «Дань гениев». Это речь идет об одном человеке, не буду говорить о ком, которому великие художники подарили свои эмоции. В двух словах, это одна из очень таких редких, дорогих коллекций, которая будет представлена у меня в кабинете. Нормально. Это когда? Я думаю, что мы сможем ее запустить к концу месяца. И для всех желающих. Да, для всех желающих, да. Информация появится на сайте. Билет у нас, правда, платный, но тем не менее... Ну, понятно. Возможно, что есть. Недорогой, поэтому приходите, мы будем вам рады. И следующая выставка у нас стартует 6 сентября. Это такая большая, на мой взгляд, грандиозная выставка. Это Сальвадор Дали и Пикассо. Ух ты. Да, это редкая, в общем, история с большим количеством оригинальных скульптур. Так что... Да, мы делаем совместно этот проект. Так, расскажите. Как раз здесь мы работаем с одним из таких известных российских коллекционеров из Екатеринбурга Александром Чудрином. У него, он является владельцем самой большой коллекции в мире, Сальвадор Дали. А также керамики Пабло Пикассо, поэтому эта выставка, это некий такой праздник испанской культуры, где можно будет увидеть впервые двух мастеров вместе. И на выставке будут представлены и графические работы, и керамика Пабло Пикассо с такими мифическими сюжетами, и самые известные там мотивы Дали. То есть даже не надо ехать в Фигейро за Дали. Да, можно просто приехать в Гранатный двор. Да. В центр столицы. Нужно добавить, что эта выставка, она достаточно известная, она уже побывала и в Индии, и в Китае, и во многих городах России. Но вот впервые будет представлена в Гранатном дворе в Москве. Успешно прошла в Шанхае. Да, да. Успешно прошла в Шанхае. И очень хорошо, что будет много информативных таких справок на выставке. То есть люди смогут почитать какие-то такие более секретные личностные факторы у художников, посмотреть видео, фото архивные, как они работали и создавали все свои уникальные шедевры. И будет представлено более 120 экспонатов. Друзья, но это все попозже. В частности, вот о чем мы говорим, испанская культура приедет в сентябре. Ну а пока с 5 июля по 15 августа уже идет выставка «Гения Ардеко. Парижская мода». Все для вас. Выставочный центр «Гранатный двор». Так что всех уже приглашаем. С 11 дня до 9 вечера, дорогие друзья. Заходите, смотрите, наслаждайтесь, растите над собой. Просвещайтесь. Но давайте говорить не только про искусство, но и про спорт. Расскажите, пожалуйста, Андрей, о своем спортивном опыте. Он был очень большим, знаковым такой для вас. Культура и спорт иногда пересекаются. Болеете ли вы за наших сейчас? Очень большим он не был. Болею, конечно, за нашу сборную бесспорно. О своих достижениях скажите. Ну все-таки... Ну надо поделиться. Мы хотим, чтобы вы это сказали. Я играл в команде в футбольной школе молодежи. Был чемпионом Советского Союза среди юношей. Играл в нескольких командах мастеров. Но мой спортивный путь достаточно рано закончился по ряду причин. Поэтому хотелось бы этим ограничиться. То, что я сказал. Но вы эксперт футбольный. Ну по большому счету, конечно. Фанат со стажем. Да, до 23 лет я жил только этим. Я знаю об этом многое, бесспорно. И, естественно, футбол для меня это большая жизнь. Я с очень многими людьми знаком. Играл в спортивных интернатах. Со мной рядом учились известные люди, такие как Игорь Скляров. Это олимпийский чемпион. Это Алексей Еременко, сыновья которого играют в сборной Финляндии. Ну, в общем, большой круг друзей, знакомых, которые в футболе были, есть. И, думаю, будут. Ну, и как вы нам сказали, Андрей, в перерыве, что этот чемпионат неожиданный. Много сюрпризов. Абсолютно. И впереди мы, думаю, будут еще. Сейчас пока фанаты к приемникам прильнули, немножко микрофончик поближе сделайте. Не ожидал от нашей сборной подобного выступления. Вот абсолютно такой игры не ожидал. Игра очень приличная была, особенно в первых двух матчах. Если говорить в целом, то самым удивительным для меня был, конечно, не выход в сборной Германии. Зато нашу показали класс. Ждем 7 июля. Спасибо вам огромное. Ждем в финале. Ждем нашу команду в финале. Спасибо вам огромное. А после этого пусть она приходит на гранатный двор. Точно. Гранатный двор приходите. Увидимся. Спасибо огромное. Всего хорошего. До свидания. До свидания.